БЕГЛЫЙ СОЛДАТ И ЧЁРТ Отпросился солдат в отпуск, собрался и пошёл в поход. Шёл-шёл, не видать нигде воды. Чем бы ему сухарики помочить, да на пути по дороге закусить. А в брюхе давно пусто. Нечего делать, потащился дальше. Глядь, бежит ручеёк, подошёл к этому ручейку. Достал из ранца три сухаря и положил в воду. Да была ещё у солдата скрипка. В досужее время он на ней разные песни играл, скулку разгонял. Вот сел в солдат ручья, сел в скрипку и давай наигрывать. Вдруг, откуда ни возьмись, приходит к нему нечистый в виде старца с книгой в руках. Здравствуй, господин служба. Здорово, добрый человек. Чёрт аж поморщился, как солдат обозвал его добрым человеком. Послушай, дружище, поменяемся. Я дам тебе свою книгу, а ты мне скрипку. Эх, старый, на что мне твоя книжка? Я хоть десять лет прослужил государю, а грамотным никогда не бывал. Прежде не знал, а теперь я учиться поздно. Ничего, служилый, у меня такая книга, кто не посмотрит, всякий прочитать сумеет. А ну-ка дай попробую. Расвернул солдат книжку и начал читать. Словно с малых лет навык грамоти. Обрадовался и тотчас же променял свою скрипку. Нечистый взял скрипку, начал смычком водить, а дело не клеится. Нет в его игре никакого ладу. Слушай, брат, говорит он солдат, оставай-кася у меня в гостях. Дня на три, да поучи на скрипке играть. Спасибо тебе скажу. Нет, старик, отвечает солдат, мне надо на родину. За три дня я далеко уйду. Пожалуйста, служилый, коли останешься, научишься на скрипке играть. Я тебя в один день домой доставлю. На почтовой тройке довезу. Солдат сидит в раздумье, оставаться или нет. И вынимает он сухари из ручья, хочет закусывать. Эх, брат, служилый, говорит нечистый, плохая твоя еда. Покушай-ка моей. Развязал мешок и достал белого хлеба, жареные говядины, водки и всякие заедка. Ешь, не хочу. Солдат наелся, напился и согласился остаться у того незнакомого старика и поучить его на скрипке играть. Погостил у него три дня и просится домой. Черт выводит его из своих хоров. Перед кретоцом стоит тройка добрых коней. Садись, служивый. Мигом довезу. Солдат сел с чертом в повозку. Как подхватили их лошади, как понесли. Только версты в лозах мелькают. Духом довезли. А что, узнаешь эту деревню, спрашивает нечистый. Как же не узнать, отвечает солдат. Ведь в этой деревне я родился и вырос. Ну, прощай. Солдат вслед с повозки. Пришел к родственникам. Стал с ними здороваться да про себя рассказывал. Когда его и на сколько из полку отпустили. Показалось ему, что пробыл он у нечистого в гостях всего-навсего три дня. А на самом деле пробыл у него три года. Срок отпуску давным-давно окончился. В полку чай в бегах его считают. Орабел солдат не знает, что и делать ему. И гульба на ум не идет. Вышел за колец и думает. Куда теперь деваться? Коли в полк идти. Так там сквозь строй загоняй. Эх, нечистый. Словно ты подшутил надо мной. Только вымолвил это слово. А нечистый тут как тут. Не кручинься, служивый. Оставайся со мной. Ведь у вас в полку житье незавидное. Сухарями кормят, да палками бьют. А я тебя счастливым сделаю. Хочешь, купцом сделаю. Вот это ладно. Купцы хорошо живут. Дай я попробую счастье. Нечистый сделал его купцом. Дал ему в столичном городе большую лавку с разными дорогими товарами. И говорит. Теперь брат прощает. Я уйду от тебя за три девять земель. Тридесятое государство. У тамошнего короля есть прекрасная дочь. Мария королевна. Стану ее всячески мучить. Живет наш купец. Братцы вы мои. Теперь у меня дел подошло много. Некогда с вами потолковать. Приходите завтра. Все узнаете. Купцы разошлись по домам. А солдат думает. Что ему делать? Как ответ дать? Думал, думал. И решился бросить свою лавку и уйти ночью из города. Вот забрал он все деньги, какие на лицо были. И пошел в тридесятое государство. Шел, шел. И приходит на заставу. Что это за человек? Спрашивает его часовой. Он отвечает. Я лекарь. Иду в ваше царство. Потому что у вашего короля дочь больна. Хочу ее вылечить. Чесовой доложил по придворным. Придворные довели до самого короля. Король призвал солдата. Коли ты вылечишь мою дочь, отдам ее за тебя замуж. Ваше Величество. Прикажите мне дать три колоды кар. Три бутылки вина сладкого. Да бутылку спирту горячего. Три фунта орехов. Три фунта свинцовых пуль. Да три пучка свечи в воску яркого. Хорошо. Все будет готово. Солдат дождался вечера. Купил себе скрипку и пошел к королевне. Зажег в ее горницах свечи. Начал пить гулять на скрипочке играть. В полночь приходит нечистый. Услыхал музыку и бросился к солдату. Здравствуй, брат. Здорово. Что ты пьешь? Да квасок потярь. А дай-ка мне. Изволь. И поднес ему полный стакан горячего спирта. Черт выпил. Их глаза под лоб закатил. Их, крепко забирает. Дай-ка закусить чем-нибудь. Вот, орехи. Бери ты закусывай, говорит солдат. А сам свинцовую пулю подсовывай. Черт, грыз, грыз. Только зубы поломал. Стали они в карты играть. Пока то да сё. Время ушло. Петухи закричали. И нечистый пропал. Спрашивает король королевну. Каково ночь спала? Слава богу, спокойно. И другая ночь так же прошла. А к третьей ночи просит солдат короля. Ваше величество, прикажите в пятьдесят пункт клещ исковать. Да сделать три прута медных. Три железных. И три оловянных. Хорошо. Всё будет сделано. В глухую полночь появляется нечистый. Здравствуй, служивый. Я опять к тебе погулять пришёл. Здравствуй. Кто не рад весёлому товарищу? Начали пить гулять. Нечистый увидел клеща и спрашивает. А это шо такое? Да вишь, король взял меня на свою службу. Да заставил музыкантов на скрипке учить. А у них у всех пальцы-то кривые. Не лучше твоих. Надо в клещах выправлять. Ах, братец, стал просить нечистый. Нельзя ли мне выправить пальцы? А то до сей поры не умею на скрипке играть. Отчего нельзя? Клади сюда пальцы. Чёрт вложил обе руки в клещи. Солдат прижал их, стиснул. Потом схватил прутья. И даваял почву. Бьёт да приговаривает. Вот тебе купечество. Чёрт молит. Чёрт просит. Отпусти, пожалуй. За тридцать верст не подойдут к дворцу. А он, знай, бичует. Прыгал чёрт. Вертелся, вертелся. Насил вырвался. И говорит солдату. Хоть ты и женишься на королевне, а из моих рук не уйдёшь. Только отъедешь за тридцать верст от города, сейчас захвачу тебя. Сказал и исчез. Вот женился солдат на королевне и жил с ней в любви и согласии. А спустя несколько лет помер король, и он стал управлять всем царством. В одно время вышел новый король со своей женой в сад погулять. Ах, какой славный сад, говорит он. Это что за сад, отвечает королевна. Есть у нас за городом другой сад. Вёрст тридцать отсюда. Вот там есть на что полюбоваться. Король собрался и поехал в класс королевы. Только вылез он из коляски, а не чистый навстречу. Ты зачем? Разве забыл, что тебе сказано? Ну, брат, сам виноват. Теперь из моих лап не вырвешься. Что делать? Видно, такова судьба моя. Позволь хоть с молодой женой проститься. Прощайся. Да поскорей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...